У меня сегодня осознание о том, как люди сами создают себе заболевания. Я вдруг поняла, что негативное мышление приводит к болезни, но я об этом знала. Но сегодня я очень хорошо увидела, как это работает. Вот что такое негативное мышление? Это не когда человек всё видит в негативном цвете, а когда он застрял в какой-то своей проблеме, в какой-то произошедшей ситуации, которая его расстраивает или огорчает. Поэтому он к ней постоянно возвращается, он о ней всё время думает. А такие воспоминания становятся плотными, они добавляют к этой существующей эмоциональной энергии всё новые и новые переживания, как бы накапливают заряд, который с этим связан. А любая плотная энергия превращается в материю. Это закон физики. И уплотнение энергии разрушить гораздо труднее, чем энергию в лёгкой её форме. Человек, который постоянно обращается к негативной памяти своего прошлого, он тянет эти события за собой, тянет по жизни, по линии времени. А для того, чтобы тянуть было легче, он должен эту плотную энергию куда-то пристроить. К чему же можно пристроить? Прицепить этот сгусток энергии, как не к какому-то такому объекту, с которым человек находится в контакте постоянно. И таким объектом является наше тело. Поэтому эту плотную энергию человек цепляет в какой-то части своего тела. И скорее всего, если мы будем помнить о том, что материя – это плотная энергия, а энергия – это волна, которая имеет свою длину, и волны энергии бывают разными, то теперь легко себе объяснить, почему в некоторых медицинских практиках существуют карты болезни тела, которые показывают, с какими жизненными проблемами могут быть связаны определенные телесные заболевания. Потому что на самом деле этот сгусток плотной энергии цепляется самим человеком к наиболее подходящему по вибрации органов. В этом случае возможно вести разговор о картах болезни. Теперь это выглядит для меня совершенно определенно. И у каждой болезни есть своя первопричина, которую также можно теперь вычислить. С этой же точки зрения можно рассматривать и обострение болезни. Например, у человека болезнь в хронической форме, и вдруг обострил. Исходя из этой карты, мы можем определить, на какую ситуацию появилась свежая реакция. Таким же образом болезни могут возникать не только из-за плохих или тяжелых жизненных ситуаций, но и из-за совершенных самим человеком проступков, который он осознает как проступки или как неправильные действия. Но не зря же говорят, что человека может замучить совесть. Это вполне возможно, как я сейчас понимаю. Потому что ситуацию совершенного проступка человек также тянет за собой, регулярно вспоминая ее хотя бы, для того, чтобы в очередной раз оправдаться перед самим собой. Являются ли такие карты болезней общечеловеческими или индивидуальными, но вполне возможно и то и другое. Ведь существуют карты болезней, которые взяты из наблюдений. Они не просто взяты с потолка. И известно, что когда человек ситуацию уваживает, болезнь уходит. Такие свидетельства тоже существуют. Человек цепляет болезнь на наиболее подходящий орган для того, чтобы обеспечить себе постоянный доступ к какой-то негативной ситуации в своей жизни. Таким образом, эта проблема тянется с ним через годы в виде такого плотного, почти вещественного напоминания о себе. И многие люди даже гордятся этим. Они говорят, вот именно в тот момент я и потерял здоровье, он получил инфаркт, заработал язву, плохо вижу теперь, потому что тогда перенервничал и так далее. Они очень хорошо знают и помнят эти проблемы. И до тех пор, пока эти ситуации для них значимы, вероятность выздоровления значительно снижается. И этому также есть свидетельства. Например, когда смертельно больные люди после приговора врачей принимали решение о том, что им нужно очень много успеть до смерти, в результате по истечении установленного срока врачи их отлавливали где-то далеко-далеко совершенно выздоровевшими. И люди говорили, у меня просто было некогда болеть, потому что я был занят. Поэтому не верьте тем, кто говорит, что можно ослепнуть или заболеть от переживаний. Нет! Если бы это было так, то мы бы уже давно все ослепли или умерли. Но посмотрите, через одни и те же ситуации люди проходят по-разному. Одни становятся сильнее, а другие больнее. Вы думаете, в генетике дело? Нет! Все в разуме. Просто мыслить нужно правильно. Не стесняйтесь забывать плохие события. Произошло и прошло. Пусть оно останется в прошлом. Конечно, это нужно хорошо обработать. Поэтому лучше всего проанализировать, как вы в эту ситуацию попали, сделать выводы и принять решение о том, что вы теперь будете делать по-другому, чтобы ситуация не повторилась. А если вы заболели, то посмотрите, как вы заболели и никогда больше не попадайте в болезнетворные проблемы, болезнетворные ситуации. А помните эту ерунду. Зачем она вам надо? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!